добрый день уважаемые зрители и я рада вас приветствовать снова на своем канале это видео будет у нас посвящено благоустройству территория у нас по плану этим летом было сделать дорожки из брусчатки навести такую придомовую красоту чтобы было комфортно и приятно проходить вокруг дома с этой задачей мы справились и там где нам нужно было проложить дорожки нам все сделали установили теперь у нас красиво ну а как нам это делали я вам буду сейчас показывать в этом видео затем мы с вами пройдемся по моему саду посмотрим что у меня выросло какие цветочки меня распустились также я смещу несколько фотографий с моим рационным питанием ну и в общем как сюда поехали и приятного просмотра всем привет у нас сегодня 27 июня у нас снова очередная стройка только на стройку уже не в доме а на самом участке а сегодня у нас с утра приехали рабочие где-то половина девятого я вам сейчас покажу что на сегодняшний день какие работы на сегодняшний день у нас уже проведены вот это у нас входная группа из гаража там на гараж стройматериал так и вот у нас здесь идет вот такая дорожка здесь у нас будет все замечено брусчаткой там будет у нас травка в общем вот это то что в середине это будет все у нас идти комара чуть не пригласил будет идти будет идти брусчатка вот она у нас идти вот потом у нас будет дорожка к этому мостику мостик будет переделываться следующим летом здесь у нас дорожка такую аллею виноградную и здесь пока еще ничего не сделали потому что у нас здесь было отмостка старые не убивали сегодня здесь будет в общем все тоже его замущено практически все здесь тоже быть замущено сегодня у нас утра 28 июня я стою буквально около калитки но я сейчас покажу что на утро в принципе с вечера ничего не изменилось рабочих еще не было утром так вот тут они развиновку видимо сделали тут они предыдущая брусчатка была отбили здесь мы вчера вечером зимой наш 10 была арка большая и здесь у нас была тоже роза мы решили эту розу выкопать и я сейчас сомневаюсь по поводу вот это розы то ли я ставит или это розу выкопать тоже вроде бы она уже как-то тут соответственно будет другая но какая-то другая подпорка здесь будет я думаю стоит не стоит потому что здесь если это роза оставляем будет вот так бордюрным камнем да такая типа клумбочка как будто бы сделано здесь под бордюрный камень и здесь вот это вот место тут этот пятачок будет всегда в траве и вообще зачем это надо будет совсем ты сейчас думаю может быть тоже эту розочку ты убрать стоит вот и вчера мы еще очень-очень поздно зимой там уже в десять в одиннадцатом часу в потемках убирали здесь вот эти розы здесь клумба была у меня полукругом я всегда хотела ну такой какой тут необычной формы но мы вчера подумали решили что просто сделаем небольшую где-то примерно полметра клумбу и посадим просто в ряд розы поэтому вчера все эти розы в общем так вот быстренько решили все убрать выкупать ну то стали оставили вот эти две они вроде бы как не мешают пока мы их спустили в подвал вот и потом когда уже будет здесь бордюром выложена такая тузенькая грядочка я их потом посажу спокойно сегодня вечером либо завтра и здесь вот я тоже наметила и подумал что скорее всего это у меня розы с климатисами это я вот такие палочки просто поставила потому что думаю здесь будет тоже должен быть бордюрный камень это вот у нас от кротов такое приспособление чтобы это все дело так шумела и в общем кроты вроде бы пугаются приделываем банки вот и здесь вот в этой розе где климатисы я думаю что наверное тоже нужен бордюрный камень соответственно здесь бордюрный камень нужен потому что вот это вот будет у нас кряткой идти выше то есть видите где бордюр сейчас я тоже в другую сторону здесь бордюр здесь наш у нас идет трава бордюр выше поэтому здесь будет все засыпаться грунтом ну и соответственно грунт будет выходить сюда здесь у меня клематисы здесь нет цветы леник и поэтому наверное тоже здесь как бы будет он опрашивается в общем здесь напрашивается бордюрный камень тоже ну и вот так вот я еще раз снимаю это у нас сейчас утро время наверное половина восьмого утра рабочих еще нет они приезжают половина девятого вот ну и потом к вечеру я покажу что вообще у нас здесь они делают какие работы проведут вообще рабочие молодцы конечно за день они очень много сделали не практически везде положили во-первых делали разлиновку этого участка да вот который нужен был они во вторых положили везде практически бордюрный камень они убрали здесь вот значит был была брусчатку убрали отбивают они это сидел в общем такие сложные работы были приведены вообще будет у нас здесь вот все замещено здесь будет все замещено здесь замещено будет и будет идти дорожка к бане вот но все я сейчас уезжаю потом когда приеду покажу ближе к вечеру что вообще у нас здесь будет ну и по поводу вот этой розы я вообще неправильно поняла здесь же будет у нас бордюрный камень то есть роза будет обрамлена ну как будто бы кломбочка будет сделано здесь будет бордюр они же будет у нас площадка идти поэтому все нормально травы здесь не будет все это роза мы оставляем где мы здесь сделать какую-нибудь такую красивую подпорку хочет там с фонариком сделать я думаю что будет все очень даже неплохо смотреться все оставляем всем привет дорогие зрители у нас сегодня 29 июня рабочие у нас уехали на 2 а потому что они в копали все бордюры и бордюры должны отстояться ну вот там все тюжи песочек они грунт сняли и положили песок на что хотела вам показать вот здесь меня было грядка если помнить такая нам полукруглая то солнцем в общем мы ее один и переделали мы выкопали все розы вот оставили только две которые не помешают вот я их пока убрала ну и в общем попросили рабочих чтобы они делали вот такую прямую грядочку как на наш взгляд нам кажется она тут более будет списываться именно прямые линии эти грядки здесь значит я уже поставила палочки на размере на определенном будет примерно полметра то тут у меня будет центре я уже сейчас копаю ямку ну и решила вам заснять и в общем то высажу сюда роза но я думаю что все наверное не уберутся честно говоря пока не знаю куда я их буду все присаживать потому что у меня рос много и еще плетистые как я вам говорила и показывала вам сейчас еще разочек покажу вот тут еще у нас была плетистая роза на этом месте мы ее тоже выкопали не надо же такая достаточно огромная очень не знаю пока вот бегу по огороду честно говоря пока не придумала куда мне посадить вот что еще там у нас такая сараечка всякие материалы по спонтонт и в общем что здесь нужно рабочие сказали нужно нужно будет поднять дверь вот дима сейчас значит все вскрыл все что нужно и в общем подрезал и поднимет дверь для того чтобы ровненько уже от от этой сарайки было уже нашла брусчатка вот и еще я уже не помню сейчас я вам еще покажу это наш культиватор и еще знать что у нас здесь вот так рисовывается на весь середине будет у нас брусчатка я тут лишние цветы тоже все убрала потому что они мешаются рабочим потом я хочу просто по бордюру посадить холстами их очень много на участке вот и сюда в этот треугольник зеленый тоже либо хвост и посажу либо какой-нибудь туда в центр высокий кост и потом уже может быть тоже хвоста пока еще не придумала вот так здесь у нас все полностью отбили всю брусчатку как я люблю дюрин обожаю вот так у нас тут вот все здесь у нас тоже еще рабочие нас были просто здесь лежали листы железа мы решили эти листы демонтировать и тоже в общем стоит обращенный честно не еще вот там хватает но это уже посмотрим вот здесь у меня место свободное образовывается тоже можно либо какую-нибудь розу посадить либо хвостом тоже вот видно будет кстати как вариант можно сюда тоже посадить я сейчас хожу по огороду пока не представляю куда лишние розы воткнуть так всегда и получается сажаешь потом пересаживаешь сажаешь и пересаживаешь ну да ладно вот и там и вот эти кто это тоже меня розы сорт хороший тоже наверно как вариант их надо будет куда-то оттуда убирать вот еще три лишних розы так мы здесь на это вот у меня тут был бордюр рабочие вытащили надо будет убрать я попросил чтобы они здесь бордюр поставили и здесь бордюр для того что у меня это вот такая подпорка с климатистами вот как вы видите для того чтобы у меня климатисты были как-то во-первых такой грядочки аккуратненько да в аккуратной смотрелись ну и даже например допустим потом если здесь и не будут климатисты то есть тут что-то можно например инток или посадить тоже будет нечего травки посмотрим так они тут красиво ну и вот это вот у меня грядка здесь такой цветник вернее клумба такой цветник тут меня в основном идут флексы ну немного пионов и в основном флоксы смотрите вот там у меня климатисты бедный совсем уже падать надо подвязывать надо вообще климатисты подвязать тут я более-менее подвязала вот такой красивый бархатный такой какой-то прям бордовый бархатный а вот это другое малиновый тоже бархатный голубой такой был очень большой уже отцветает белый а вот это даже был знаете не белый такой салат и очень красивый такой метод красивый раздельница вот подпорочкой медея не делал по-моему два года назад вот ну и еще покажу что в будущем мы хотим вот эту зону бурбекю мы тоже хотим все замостить не знаю может быть уже не в этот сезон следующий в общем посмотрим тоже мы здесь хотим практически чтобы не было зелени а может быть чтобы вообще не был зелени вот может быть оставим холочек вот этот вот все остальное может даже и вот эту грязь уберем верни холост они уже все разрослись в таком бордюре было хотим тоже как все это что в грущенке замостить на такая зона барбекю нашему диму есть как всегда идея дизайнерские на этот уголок поэтому подумаем потом решим что делать тут мы бассейн налили водичка тепленькая будем купаться в эти выходные после баньки там у нас огород это у нас виноград подсолнух мимо сам этого делал это подсолнух как он но у лампочка в общем от электричества туда тут мы иногда вечерами играем . наша красивая это беседку с другой стороны нашу ли вышла это наш огромнейший грецкий орех но если правильно минджонский как-то так минджонский по моим грецкий орех так ну и вот по поводу значит другой страны или мать тоже они у меня падать надо кстати все мне их уже полоть все в траве вот здесь у меня пионы пионы там клематисы тоже уже напрашивается покрасить ее виола здесь у меня вот этот кустик я пересадил он этот пока болеет вот ну и скоро будут уже розы и все и вот это тоже не клематиса так это меня гортензия страны этот меня была роза здесь рабочие убрали надо будет убрать бордюр но не здесь была роза на просто там вот там у нас беседки пока временно трудно теряла потому что доме у нас тоже идет плотный активный ремонт ну вернее как активно покачать и мне как ремонт и заниматься сейчас двери баня доделывал поднимал то что брусчатка легла потом на сарайке ну и так в общем занимается пока другие немного временными делами вот тут вот мне такая тоже ну как грядочка да цветочная как-то но вы поняли в общем цветник такой тоже небольшой тоже знаете есть разрос надо разряжать все вот эти точки мне нравится очень красивый распустится не помню как называть на царе такие мелкие милки ромашки красивые вот этот мне уже более нравится красивые вот этот куст мы тоже пересадили это жимос каприфоль мы ее в этом году посадили она уже такая куст достаточно давно у нас рос достаточно давно у нас рос и в общем вот идея такая смета были розы розы то умирают то есть что-то не происходит в общем мы решили что тут такие были вечно зеленые с той стороны у нас лимонник он кстати нормально прижился тоже рос давно мы его пересадили а жимос каприфоль как тот видимо болеет вот ну и давайте еще вам покажу с этой стороны тоже грядку такие вот красивые цветы даже не знаю как называются они меня очень давно вот вот этот куст пузырь плотник красивый цвет насыщенный какой-то коричневый красивый у нас сегодня 1 июня рабочие снова приехали вот эти бордюры они все зафиксировались так как должны были зафиксироваться смотрите мы в ряд посадили розочки конечно неплохо себя чувствует нужно будет обрезать все цветы но по крайней мере пока мы их посадили сейчас у нас значит сняли весь грунт здесь сегодня вот прошло наверное буквально часа три убрали весь грунт в общем везде по всему участку сейчас они возят активный песок и потом все это будут трамбовать ну наверное трамбов щекам тоже дорожка ты вам показываю с лоджии из окна вот и тут тоже я вам показываю за окном то же самое въезд значит ворота въезд ворота они тоже все активно убирают на грунт уже везде сняли как я вам сказала и сейчас выравнивает и будут уже тоже траповать везде песком вот такая дорожка у нас будет красивая сейчас я вам показываю из окна правда ну вот смотрите у нас началась трамбовка песка еще вот так вот он будет постепенно трамбовать уже на нее будет классно сама брусчатка а там где у нас будет зона заезда для машины там будет щебенка ночью какой-то другой помощней горцовка это я так понимаю речной наманной песок семена весь видимо привезли еще песок я думал это щебенка нет это песок опять же снимаю сверху из окна видим не хватает песка здесь пока вот этот трамбовщик оставили перекинулись а нет вот уже начинает носить песок хотел сказать что перекинулись и на разгрузку песка так вот они тут активненько разгружает этот песок отбили они вот этот вот камень который был около бордюра где у нас была старая брусчатка все это они сюда раскидали по бокам вот но и в принципе нормально будет я думаю что будет как раз такой еще наполнительный слой к щебеночки смотрите видите там сзади меня уже идет дорожка от бани до дома сейчас я переверну и все вам подробненько покажу это у нас получается выход из гаража вот вы допустим вышли из гаража и вот она у нас идет дорожка там они у нас уже положили брусчатку долбане вот здесь они пока здесь они все утрамбовали как я показывала вам утром здесь нас идет дорожка здесь у нас песок 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 так и вот здесь чуть-чуть тоже они выложили дорожкой всего и дальше у нас идет просто уже все в песке один песок почему они все практически подготовили здесь вот такое углубление здесь будут щебнем засыпать и еще какой-то будет слой на основной по моему это будет щебень и есть у нас тоже такая песчаная дорожка ой слушайте как мне нравится вот это вот треугольная клумбочка так она тут хорошо кстати говоря вписывается вот я думаю что наверно здесь будут просто у меня и может быть какой-нибудь кост не знаю и вчера я пересадила розу вот эту вот которая у меня была на арке конечно же естественно она мне вся повяла и надо ее отливать не знаю отолью или не отолью потому что уже взрослый кост вот такая огромная территория так в квадратах здесь по моему порядка 300 квадратов надо точно посмотреть посмейте сколько 250 или 280 вам 280 но у нас еще чуть прибавилось моему счет немножечко прибавили и здесь вот у нас вот такая куча верхнего слоя в общем куда это все девать пока мы не знаем наверно будем возить или куда-нибудь раскидывать слушайте такая огромная территория получилось это вообще что-то вот здесь у нас идет вообще перед гаражом у нас красно-серая брусчатка вот здесь у нас будет серая потом там где будет заезд ваш заезд машину там будет красно-серый идти елочка здесь просто классическая такая то что елочка тут смысла нет вот в общем вот так как мне уже нравится роза конечно же здесь тоже все завяли надо наверно все их обрезать еще вчера я хотела вечером это делать но не успела вот такая красота у нас получается с подошла к выходу из гаража как мне нравится такой благоустроенный уже участок здесь вот мы будем поднимать конечно здесь такая уже кому красивая травка но видите такой переход резкий скорее всего будем поднимать а вот там мы еще посмотрим будем или не будем поднимать видно будет вот ну что ж на сегодня я с вами прощаюсь мы ждем понедельника в понедельник должны привести у нас щебенку и будут уже дальше класть нам наши красивые дорожки все пока пока и я еще решила выйти из калитки посмотреть с внешней стороны забору что делается вот видите у нас здесь елочка положено это будет вся территория тоже такая немаленькая практически до дороги вся замещена это наш дом с лицевой стороны на это вот забор как привезли смотрю и вот они тут у нас значит вот они у нас тут высвободили место под щебенку а это я уже захожу снова в калитку все мои цветники конечно же будут пересаживать хвост и я хочу прямо сюда посадить близко к бордюру но и не совсем близко конечно же потому что они возрастаются поближе надеюсь что роза моим дорожки тоже пересаживаю тоже очень сильно болеет косточки мои забор мы оставили я в прошлый раз говорил потому что мы его это у нас когда-то он был давно-давно вот и сейчас мы его не стали переделывать потому что здесь у нас планируется гараж и вместо этого забора будет стена ну часть гаража поэтому пока не трогаем вот этот холст плане сохранили смотреть как они аккуратненько подпорочкой вот окна видите мы начали делать одно окно вставили там временность навеска вот они какие были смотрите разница вот они потом будет уже делать эти окна все переделывать надеюсь что с этих выходных уже продолжится наша стройка потому что честно говоря у нее времени вообще нет вот это у нас сарайка но мы тоже будем переделывать такая знаете для лопат в общем хозяйственная вот он тоже значит нужно было ему срочно дверь поднять занимался этим потом дверью поднимал баня очень много чего делал никак руки не доходят до дома вот у нас наш сад красивый уже руки чешутся вот до этого доема здесь мы тоже переделываем и скорее всего не будет такого цветника будет просто выдаем и наверное вот этот холочек один шарик оставим и все остальное уберем вот она дорожка которую сделали а не две дорожки даже внимание обратила ничего так дорожка сделали что даже не заметила так ну все теперь я точно с вами прощаюсь и говорю всем пока пока до новых встреч тут мы решили . заходить в брехмахерскую и навести красоту а сейчас немного фотосессии он как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока, спасибо за просмотр и до новых встреч!